Алматинские антипрививочники встретились с главным санврачом города Жандарбеком Бекшином для того, чтобы задать свои вопросы и высказать опасения. В свою очередь Бекшин пригласил антиваксеров посетить красную зону инфекционной больницы. С нами на прямой связи корреспондент из Алматы Ольга Зинченкова. Ольга, привет, расскажи, чем закончилась встреча? Улпан, приветствую. Немного расскажу о том, как проходила встреча. Антипрививочников было чуть больше десятка. Все они задавались Жандарбеку Бекшину заранее подготовленные вопросы. В какой-то момент часть самых активных настолько увлеклась процессом, что уже начала перебивать не только санитарного врача, но и своих соратников. Аргументы звучали разные и о нарушении права на жизнь, на человеческое достоинство. Но часть из них были настолько абсурдными, что стоит привести один без купюр. Нашим коллегам из Индепент удалось зафиксировать один из таких диалогов. Рокфеллер, Билл Гейтс и другие очень многие банкиры, которые, Ротшильды, они являются потомственными евгениками. Внутри убеждения, что нужно сокращать население Земли, они двигают свою пандемию именно в этом направлении. В свою очередь главный санитарный врач города пригласил антипрививочников посмотреть на измученных врачей, которые сутками не отдыхают, спасая жизни людей, умирающих от коронавируса. Для того, чтобы уже наглядно показать результаты работы антиваксеров, я их пригласил в инфекционную больницу Дегдара 10. Да, мы возьмем у них письменное согласие, что они идут в опасную зону. Пусть посмотрят на умирающих, на задыхающихся, на врачей измученных. Уже сегодня красную зону посетят три антипрививочника из десятка собравшихся. Бегши надеются, что так называемая экскурсия в красную зону наглядно продемонстрирует, что коронавирус действительно опасное заболевание. И есть причины, по которым стоит вакцинироваться. У меня на этом все. Улпан, передаю слово тебе. Спасибо, Ольга, а мы продолжим.